Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, проблема, которую вы описываете, может быть разделена на две части. Первая часть – это часть моральная. То есть, да, у вашей девушки было прошлое, прошлое было бурное, и вы имеете полное право считать такое поведение недостойным, аморальным, и вообще несоответствующим тому, чего бы вы хотели. Если вы так считаете, это ваше право. Но давайте немножечко подумаем. Вот все это, то, что было до вас, у девушки как бы произошло, и это помогло стать ей той, кем она есть сейчас. Без всех этих вещей, без всех этих моментов, которые с ней были, да, и происходили, она бы никогда не стала бы той, кто она есть сейчас. Она бы никогда не выходила замуж, она бы никогда не была бы добрая, заботливой, как вы ее называете, и так далее. И отсюда получается, что все, что с ней произошло, помогло ей понять, что же все-таки действительно важно, ценно, правильно и верно, а что нет. Так вот, это одна сторона вопроса. И если вы этот момент для себя принято, вам будет уже немножечко легче. Далее идет ревность, сомнение в себе, постоянные разбросы и зависимость. Опять-таки на фоне того, что было у вашей девушки до вас, пожалуй, здесь нужно сказать так. Вы с ней встречались, начали встречаться, когда все, что у нее было, уже произошло, уже закончилось, уже случилось. И, как бы она вас не оценивала, как бы она ни говорила, какой вы, она выбрала вас, значит, вы для нее самые лучшие. Но вы сомневаетесь в себе, вы боитесь измерить, боитесь ее потерять. Возникает вопрос, почему? Ведь если вы ее любите, то хотите ей счастье. Если вы хотите ей счастье, то вам не важно, счастлива она с вами или счастлива ли она без вас, главное, чтобы она была счастлива. А это значит, что если она изменит вам, то она несчастлива, и либо вам нужно будет давать ей то, что ей не хватает, по причине чего она вам изменила, например, либо, собственно говоря, расставаться. Только потому, что она по-другому не будет счастлива. Но вы боитесь именно того, что она вам изменит, что она вас сбросит и так далее. Почему? Что вам дает эта девушка? Что вы от нее получаете таким образом? У вас есть определенная личная заинтересованность в том, чтобы она была справлена. То есть через нее вы реализуете какие-то свои желания, потребности и так далее. Очень важный момент, потому что девушка совершенно не обязана удовлетворять их, ваши личные потребности и желания. Например, она имеет полное право не отвечать вам на вопросы о своем прошлом. Почему? Потому что это вас не касается. Потому что это было до вас. Потому что это было, когда она вас не знала. Нельзя судить человека за то, что уже прошло. И нельзя воспринимать человека так, какой она представляется вам раньше, когда не было вас. Потому что с тех пор ценности у нее поменялись. Но если вы все равно постоянно подвергаете ее сомнению, то это сомнение у вас в себе, внутри. И с этим нужно работать. Ваши комплексы, ваша неуверенность в себе заставляет вас бояться нашествия. Того, что она вас бросит. Почему? Потому что если она вас бросит, вы будете думать хуже о себе. Вот и возникает вопрос. Почему вы будете думать хуже о себе, если она вас бросит? Ведь бросить или не бросить человека, это личное дело каждого. каждого. И если она вас бросит, то это не значит, что вы плохой. Это значит, что вы не подходите. Такое бывает. Вы знаете, вы написали, что вы более постоянный человек, чем она. То есть у вас было меньше гораздо партнеров, гораздо меньше было девушек. и возникает вопрос. Среди со всем тем, что вы написали. А чем была обусловлена такая постоянность? Не неуверенностью ли в себе? Не комплексами ли? Потому что уж слишком сильно вы настаиваете на том, чтобы она вам там и клевать, и все на свете, и так далее. У вас тревожность. Вы тревожитесь и не принимаете себя таким, какой вы есть. Не говорит вопрос, почему. Это первый момент. И второй момент. Вы свою девочку любите? Если любите, то принимаете ее такой, какая она есть. С прошлым, с ошибками ее, с какими-то дурными поступками и прочее. потому что никто не идеален. В том числе и она. А если вы не принимаете ее полностью, а вы на данный момент ее полностью не принимаете, значит, простите, можно вести речь о том, что вы принимаете ее ту часть, которая вам нужна. для чего-то, а остальное вы не принимаете, потому что это вам неприятно и вредит. Вот только человек, который любит, принимает все. Все. И негатив, и позитив, и темную, и светлую сторону. У вас это не так. соответственно, если вы принимаете только часть, ту часть девушки, которая вам кажется нужной, полезной, значит, вы принимаете ее для чего-то. Это помогает вам удовлетворять какие-то желания. Какие? Ответьте себе на этот вопрос, и вам станет легче. Понимать, откуда проистекает все ваше поведение, откуда проистекают мысли ваши в голове относительно сомнений в себе, тоже можно сказать достаточно определенно. Это неуверенно в себе сомнения комплексы, которые скорее всего выйдут из детства или из подросткового или ранней молодости. Периода ранней молодости. Соответственно, с этим тоже нужно работать, если вы хотите гармонизировать отношения. Либо если вы считаете, что ваше поведение, мы не говорим сейчас про поведение девушки, ваше поведение нормально полностью и ваши претензии к девушке нормальные, то тогда вам нужно просто подобрать себе такую женщину, которая бы удовлетворяла ваши потребности целиком. то есть вы хотите быть у женщин первым, значит нужно искать такую женщину, которой не было бы опыта. Как-то, знаете, по меньшей мере странно вступать в отношения с человеком, у которого была бурная молодость, лучше сказать сборное прошлое, имея другие представления о вашей девушке, об идеальной девушке. Либо вы отказываетесь от своего идеала и принимаете ту девушку, которую вы любите, такой, какая она есть, либо вы отказываетесь от той девушки, которая у вас есть сейчас и ищете ту, которая вам нужна. То есть это вопрос выбора. Вашего выбора. Если вы считаете, что ваше поведение ненормально, и если вы действительно сомневаетесь в себе о том, что вы описали это поведение сомневающегося в себе мужчины, потому что уверенный в себе мужчина, ценищий себя мужчина, он знает, что то, что было до него у девушки, что бы там не было, ни в какое сравнение не идет с тем, что у нее есть сейчас. То есть он. У вас этого нет, вы постоянно сравниваете себя с другими, постоянно пытаетесь доказать себе, что вы лучше через девушку в том числе, и тем самым вы постепенно снижаете уровень доверия у нее к вам, уровень уважения у нее к вам, и собственно ваша ценность для нее также снижается. Хотите вы этого или нет, но это так. если вам нужно, чтобы все-таки отношения были прогрессивными, чтобы они доставляли удовольствие обоим, вы решите для себя в какую сторону вы будете идти. Вы решите для себя какое направление вы выберете. И собственно тем самым определите для себя приоритетом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в ссылку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. «Помогу».